Шотландский журналист Льюис Скотт в своем твиттере поделился прогнозом на возможный бой Геннадия Головкина с Крисом Юбинга-младшим. Как завершится этот бой? Головкин победит Юбинга нокаутом, написал Скотт в микроблоге. Журналист BoxingNews24.com Алан Фокс прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом в сентябре. Организовать бой Головкина-Канело в сентябре будет несправедливо по отношению к мексиканскому боксеру. Не нужно спешить, особенно против такого серьезного соперника. Необходимо тщательно подготовиться к этому бою. Оптимальное время для него – май или сентябрь 2017 года. К тому времени Альварес определится с весом и проведет несколько хороших боев. Это будет большое событие и Golden Boy Promotion заинтересована в этом, чтобы бой немного подготовить. Это может пойти на пользу Головкину, который получит возможность провести бой с Юбингом, Джейкобсом или Сандерсом и еще сильнее укрепить свое имя. Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак в интервью рассказал, почему команда чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина ведет переговоры о бое с британцем Крисом Юбинга-младшим. Хочу попросить вас прокомментировать переговоры команды Головкина и Юбинга. У британца бой на носу, а он уже с Головкиным драться собрался. У него проходной бой, думаю, он легко его выиграет. С Головкиным будет интереснее. Я ставлю на Генну 70 на 30. В вашем рейтинге Юбинг шел по интересности после Альвареса для боя с Головкиным. Чем хорош британец? Быстрый, выносливый, неудобная манера боксирования на контратаках. Он поднабрался опыта, может потягаться с Геной. А в чем выгода для самого Юбинга? Только деньги? Побить лучшего и деньги тоже. А может быть ли Головкину интересен такой бой? А кто еще? Кроме Альвареса. Сандерс, у него хоть пояс есть. Сандерс трус, Головкин его легко размажет. Ну а дальше, видимо, только по весам двигаться. Думаю, да. КОНЕЦ